Эвали, или по-простому болезнь вейперов, все чаще начала поражать людей, которые парят электронные сигареты. В Алтайском крае есть как минимум одно подозрение. Как рассказывают эксперты, эвали похожа на пневмонит и как таковых специфических симптомов не имеет, разве что дыхательную недостаточность. Поэтому диагностируют по остаточному принципу. Сначала проверяют на другие похожие заболевания. Тем не менее, если появилась боль в груди, кашель, в том числе с мокротой, а дышка, тахикардия, кровохоркание и проблемы с ЖКТ, нужно обратиться к врачам. Это чаще связано именно с повреждением альвеолярных стеночек. То есть идет уплотнение легочной ткани по типу матового стекла, участки консолидации и развивается дыхательная недостаточность из-за повреждения именно токсического воздействия вот этого пара. Дыхательную недостаточность сложно лечить, а заболеть может любой, кто парил более двух месяцев. Особенно эта тема касается подростков, ведь именно среди них распространены вейпы. По популярности даже обходят старые недобрые сигареты. Сигареты можно раз в час, одна сигарета в час у тебя. А от вейпа ты в любую свободную минуту паришь его, и это уже у тебя в привычку входит. Тебе, допустим, нет желания, а ты все равно это делаешь. У меня вейпов штук 20, наверное, было. Продавал, отжимал, у меня отжимали. Психологи считают, что вейпы так популярны из-за хорошего маркетинга, направленного на молодежь. И из-за моды. Начал пользоваться в окружении один, могут подхватить все. Все же порог вхождения легче. Электронные сигареты не такие неприятные по сравнению со стандартными. Это выглядит привлекательно. И дети хотят попробовать, как минимум, потому что это ярко, это стильно, это очень красиво оформлено. Они пробуют, понимают, что это вкусненько, что это не противно, как сигареты. И к этому проще привязаться. От них не пахнет сигаретами, как от табака привычного. То есть от них там фруктиками, конфетками, чем-то таким сладеньким. И, конечно, родители не сразу заподозрят, подумают, ну, лимонад попил, да, что-нибудь такое. Одно дело разрушения легких, другое – потеря органов или его всежизни. Из-за взрывоопасности вейпов. Мне как-то давно предлагали купить вейп с человеком одним. Ну, я отказался. У него через два дня в руках взорвался. Интересно, что некоторые курильщики пытаются бросить пагубную привычку с помощью вейпов. Ведь там, по сути, сам выбираешь, сколько миллиграммов никотина добавлять. И добавлять ли его вообще. Ну, я знаю несколько примеров, которые пытались бросить. Ну, да, они переходили на вейп и никотиновые сигареты. Просто заменяли одно другим. И потом, смотрю, через какое-то время, все равно сигареты появились опять в руках. Привычку парить, как и все остальные, уверены эксперты, можно побороть, переключившись на другую деятельность, приносящую удовольствие. Например, можно писать произведения, создавать картины или и вовсе заниматься спортом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.